Что мы можем сказать об отношениях мужчин и женщин с точки зрения геновых исследований и исследований маскулинности? Исторически эти отношения определяются как патриархат. Что такое патриархат? Это такая социальная система, при которой мужчины имеют привилегированный доступ к ресурсам и к власти. То есть мужчины занимают доминирующую позицию. Классический патриархат это такая достаточно жесткая общественная система, при которой женщины имеют очень-очень мало автономии. Они не могут самостоятельно принимать решения не только по поводу выбора брачного партнера или, например, по поводу рождения детей, но даже по поводу того, как они должны одеваться, могут ли они получать образование, могут ли они самостоятельно выходить на улицу и так далее. В целом общественное развитие идет в другую сторону. Женщины получают все больше и больше прав. Тем не менее говорить о гендерном равноправии пока не приходится. В любом обществе, в любой стране мужчины продолжают сохранять из собой достаточное количество привилегий и занимать доминирующую позицию. Всегда ли женщин это не устраивает? Нет, далеко не всегда. Достаточно часто женщины готовы принимать свое подчиненное положение в обмен на то, что его будут защищать, в обмен на то, что им будут предоставлять определенные ресурсы. Эта система отношений в гендерных исследованиях называется патриархальной сделкой. Но на протяжении 20 века условия патриархальной сделки стали все более и более сильно пересматриваться. Женщины получили юридические права, равные юридические права на протяжении 20 века. Они получили доступ к образованию, они получили право распоряжаться своим имуществом, получили право на сексуальную инициативу. Достаточно долго таких прав у женщин не было. И, конечно, это сразу вызвало очень большие изменения в гендерных отношениях. Самым серьезным из этих вызовов было то, что женщины стали в массе своей самостоятельно работать и получать независимый от мужчин доход. С одной стороны, мужчинам стало в какой-то степени легче, то есть благосостояние семьи стало меньше зависеть от одного единственного кормильца и работника. С другой стороны, перед мужчинами возникли новые серьезные вызовы, потому что общаться с человеком, который обладает определенной независимостью, пусть даже не полной независимостью, гораздо сложнее, чем с тем, который от тебя полностью зависит. Здесь уже совсем новые правила коммуникации. Но и самые главные изменения стали происходить в области частной жизни. В современном обществе возник очень большой спрос на близкие отношения, на эмоции, на интимность. Вот это все вещи, которым совсем не учили мужчины, которых учили другому, которых учили добиваться успеха, которых учили бороться, быть агрессивными и так далее. А в семье от них ожидается совершенно другое. Это порождает новую систему двойных требований по отношению к мужчинам. Ведь современный мужчина, который связан с современной независимой женщиной, должен быть по-прежнему защитником и кормильцем, но еще и заботливым мужем. Еще он должен быть хорошим отцом, проводить много времени с детьми. Это сразу порождает достаточно сильное противоречие с его служебными обязанностями, потому что или ты делаешь карьеру, или ты проводишь много времени с детьми, это очень трудно совместить. Еще он должен быть хорошим любовником, еще он должен хорошо выглядеть, хорошо одеваться. То есть очень большой набор требований, которые очень трудно совместить между собой, что вызывает новые и новые стрессы. Ну вот в России эти стрессы выражаются в том, что очень сильно выросло количество разводов. Сейчас, если мы посмотрим данные Росстата, сравним количество браков и разводов в 2014 году, мы увидим, что процент распавшихся браков почти 57 процентов. То есть чаще, чем каждый второй брак, брак разрушается, окончается разводом. Это говорит о очень высокой степени взаимной гендерной неудовлетворенности, о противоречивых требованиях, которые мужчины предъявляют женщинам и женщины к мужчинам, о большом объеме обманутых ожиданий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова